Здравствуйте! На прошлом занятии мы с вами познакомились с пользовательскими функциями, со способами задания и использования функции. Сегодня мы познакомимся с рекурсивными функциями. Повторим, что такое пользовательская функция и перейдем к вопросу о рекурсиях, определении рекурсии, особенности организации рекурсивных функций. Мы сказали, что функция – это именованная последовательность описаний и операторов, выполняющая какое-либо законченное действие. Также сказали, что любая программа на C состоит из функций, одна из которых должна иметь имя main, то есть это главная функция, тело нашей основной программы. Любая пользовательская функция должна быть объявлена и определена. При этом объявление функции идет до использования ее в главной функции. Определить функцию можно как внутри объявления, так и после главной функции. При определении функции, при объявлении функции мы можем использовать прототип. Прототип состоит из одной строки, которая называется шапкой функции, либо строкой заголовка. Здесь мы указываем имя функции, тип возвращаемого функции результата. В круглых скобках обязательно указываем тип аргумента. Если аргументов несколько, мы их перечисляем через запятую. Имя аргумента можно ставить, можно опустить. В прототипе это не принципиально. Описание шапки завершается точкой запятой. При определении функции мы точно так используем заголовок функции, то есть указываем имя функции, тип возвращаемого функции результата. В круглых скобках тип аргумента и имя аргумента здесь нужно обязательно указывать. Если аргументов несколько, через запятую перечисляем тип следующего аргумента, имя аргумента и так далее. После скобки точку запятой мы не ставим, а в фигурных скобках описываем тело функции, то есть описываем алгоритм, по которому работает наша функция. Какие требования мы предъявляли к функции? Тело функции не может содержать в себе определение других функций, но может содержать уже готовые функции, определенные функции. Оператор возврата из функции в точку ее вызова – это оператор return, либо return и какое-то выражение. Это результат работы нашей функции. Параметры бывают формальные и фактические. Формальные параметры – это параметры, которые мы используем в функции пользователя. А фактические параметры – это те параметры, которые мы используем в основной программе. При этом при вызове функции у нас в скобках, когда мы вызываем, фактические параметры должны совпадать по формальным параметрам, по последовательности, как они расположены, и по типам. По области видимости перемены параметры делят на локальные, которые видны только внутри пользовательской функции, и глобальные – это те параметры, которые будут видны как в основной программе, так и в подпрограммах функций. То есть, говорят, из любой точки программы видны. Для того, чтобы вызвать функцию пользователя, мы указываем имя функции и в скобках список аргументов. Вот в списке аргументов, еще раз повторюсь, мы указываем фактические параметры. Что такое рекурсия? Рекурсия – это определение объекта через обращение к самому себе. Рекурсивный алгоритм – это алгоритм, в описании которого прямо или косвенно содержится обращение к самому себе. Если функция организует обращение к самому себе, то такая функция является рекурсивной. Различают прямую рекурсию и косвенную рекурсию. Прямое обращение функции к самому себе предполагает, что в теле функции содержится вызов этой же функции, но с другим набором фактических параметров. При косвенном обращении функция содержит вызовы других функций из своего тела. При этом одна или несколько из вызываемых функций на определенном этапе обращаются к исходной функции с измененным набором входных параметров. Такое обращение называется косвенной рекурсией. Для того, чтобы определить рекурсию, нужно знать два условия. Это обязательные условия. Первое условие – условие остановки рекурсии. Он бывает в базовой случае единичный, бывает в несколько базовых случаев. Условие остановки рекурсии называют еще терминальным условием или условием выхода из рекурсии. И второе – это нужно знать рекуррентную формулу, то есть ту формулу, по которой мы обращаемся к рекурсии. Выполнение рекурсивной функции происходит в два этапа. Это прямой этап, первый этап. Когда мы рассматриваем тело функции, при этом весь маршрут последовательных рекурсивных вызовов компьютер запоминает в специальной области памяти, которая называется стэка. И обратный ход – это когда из стэка восстанавливается цепочка вычислений и выдается результат рекурсивных выходов. Вызов. Какие же принципы рекурсивных функций? Рекурсивная функция – это обобщенный шаг процесса, который вызывается в произвольных начальных условиях и приводит к следующему шагу в некоторых новых условиях. То есть аргумент у нас будет каждый раз меняться. Начальные условия очередного шага должны быть формальными параметрами функций. Начальные условия следующего шага должны быть сформированы в виде фактических параметров рекурсивного вызова. Локальными переменными функций должны быть объявлены все перемены, которые имеют отношение к протеканию текущего шага процесса и к его состоянию. В рекурсивной функции обязательно проверка условий завершения рекурсии, при которых следующий шаг процесса не выполняется. Если у нас таких условий нету, проверки выхода, то мы можем просто зациклиться, никогда не выйти из рекурсивной функции. Недостатками функции являются, во-первых, это затрата процессорного времени. Во-вторых, при каждой вызов рекурсивной функции приводит к созданию новой копии функции, а для этого требуется дополнительная память. Вообще рекурсивные алгоритмы, они очень затратны, особенно по памяти. Разберем это все, что мы сегодня сказали на конкретном примере. Нам нужно вычислить факториал числа n. Что такое факториал числа? Факториалом числа n по определению, факториал обозначается знакомым восклицательным знаком, факториалом числа n называется произведение n натуральных чисел. То есть, если я хочу найти факториал числа 5, то это будет 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 умножить на 5. Это по определению, или это еще называют итерационный процесс. Рекурсивно, как определяют факториал. Факториалом числа n называется произведение n на факториал n-1. Это вот рекурсивная функция, она выходит явно из определения. К примеру, если я вот этот n сейчас отделю в стороночку, поставлю, то вот это вот произведение от 1 до n-1, это даст n факториал. Если я рассмотрю 1, 2, 3, это мне дает 3 факториал. То есть факториалом числа n это будет факториал предыдущего числа умноженное на n. Нужно помнить, что n факториал – это всегда 1. Это по определению факториала. Рассмотрим пример программу. В данной программе я определила факториал числа n как итерационно, так и рекурсивно. И давайте сравним, что у нас получилось. Так как у меня будет рекурсия, а рекурсия – это подпрограмма или функция пользователя, я говорю, что у меня будет функция, которую я назвала факториал. У нее будет один целочисленный аргумент. Результатом у меня выйдет не просто целое число, а большое целое – лонг. Вот это мой прототип. Пока я здесь его определять функцию не буду. В главной программе что я сделала? Я задала 3 целочисленные переменные. i, n, f. n – это мой аргумент. То, что мне нужно найти, факториал какого числа, которое мне нужно найти. i у меня нужно будет для того, чтобы организовать цикл от 1 до n. f – это само произведение. Так как f – это у меня будет произведение, я не могу здесь поставить 0, иначе все произведение у меня обнулится. Я говорю, факториал у меня будет 1. Дальше. Ввожу число n. Комментарии. Введите число n. Ввожу число n. В том цикле от 1 до n шагом 1. Я говорю, мое произведение – это то, что было, умноженное на i. Вот i1. 1 меньше, чем… К примеру, введу 7. i1. 1 меньше, чем 7? Да. Значит, функция будет. То, что было. Было 1. Умноженное на 1. Это будет 1. Вернусь сюда, и станет 2. 2 меньше, чем 7? Да. К 1 умножу 2. Произведение будет 2. i3. 3 меньше, чем 7? Да. К тому, что было. Было 2 умножу на 3. 6. i3. i4. 4. 4 меньше, чем 7? Да. К 6 умножу 4. 24. i3. 5. 5 меньше, чем 7? Да. 24 умножу на 5. Это уже 120. Ну и так далее. До тех пор, пока i не станет 7. При i равном 7 он посчитает. i станет 8. 8 меньше 7? Нет. На этом цикл завершится. И на экран получу ответ. Итеративный процесс факториала числа такого-то равен конкретному значению, вот этому произведению. То есть вот здесь я определила факториал числа по определению. Вот тут будет. Вы видите число n, например, 7. Итеративный процесс факториала числа 7 равен 5040. Это по определению, это, в принципе, легкий вариант. Теперь, если нам нужно найти факториал числа рекурсивно, я говорю, у меня будет промежуточная переменная факт, она будет типа long int, потому что long int, я результат определила как long int для факториала. Вызываю факт равно, вызываю свою функцию с этим аргументом, с той же семеркой. Оно у меня, встретил слово факториал, ищет функцию факториал, вот здесь находит. Вместо х подставляет n, это 7. Потом говорит, 7 равен 0? Нет. 7 равен 1? Нет. Значит, идет сюда. 7 умножает, опять встретил факториал, тут уже будет 6, идет сюда, назад. 6 равен 0? Нет. 6 равен 1? Нет. Идет сюда, будет 7 умножить на 6. Опять встречает слово факториал, уже идет с числом 5 и так далее по циклу. Так, я вот здесь вот выписала для не 7, а для 5, чтобы в одну строчку поместить. Вот 5 факториал, как он определяет? 5 умножить, встретил слово факториал, значит, идет с аргументом 4. Потом у него будет то, что было 5, умножает на 4, умножает на факториал 3, встретил 3, умножать на факториал 2, умножать на факториал 1. Вот это он не считает. Вот эти все обращения он заносит в стык. То есть получается, если вот в простом, в определении я на старое место записывала новое значение, то есть вот у меня как один участок памяти был использован, я только с этим одним участком и работала. Нашла очередное значение, на старое место записала очередное. Потом на следующем шаге опять изменила значение, на старое место записала измененное. То есть всегда работала вот с одним кусочком. А здесь для того, чтобы найти факториал числа, я обращаюсь, вот одно обращение записала, второе обращение записала, третье обращение, четвертое обращение. На четвертом шаге он встретил слово факториал от 1, идет факториал 1, х равен 0, нет, х равен 1, да, возвращает 1. То есть тут он же факториал не обращается, а вернул конкретное число, то есть здесь он подставил единичку. Вот это все считается прямой ход рекурсии. Теперь идет обратный ход. Он начинает все это умножать. 1 умножает на 2, вот тут он, вернее, получил 1, он сюда подставляет 1, потом умножает на 2, потом на следующем шаге умножает на 3, на 4, на 5. Итого, рекурсивный факториал 5040, то есть тот же ответ считает абсолютно одинаково, это правильно. Единственное, здесь он занимает больше памяти, потому что каждое обращение он хранит. Поэтому тип при рекурсивных обычно стараются брать не int, а long int. Итак, сегодня мы с вами познакомились с понятием рекурсии, рекурсивной функции. Для того, чтобы наша рекурсия работала правильно, у нас должно быть условие выхода рекурсии. Вот в этом примере у нас условием выхода было х равно 0 или х равно 1. Это первое условие. Второе условие – это рекуррентное соотношение. У нас рекуррентное соотношение – это аргумент, умноженный на эту же функцию с другим аргументом. Это два условия необходимы для создания рекурсивных функций. Рекурсивные функции, как мы сказали, они более затратны по сравнению с традиционным процессом. А остальное определение этих функций идет так же, как и определение любых пользовательских функций. На экране вы видите контрольные вопросы, на которые вы должны уметь ответить, но и список рекомендуемой литературы. На сегодня мы завершаем изучение этой темы. Продолжим знакомство с языком программирования C++ на следующих занятиях.